Они посомневались и похоронили ее. Вышел из зала. Ему 14 лет, он старичок, может все что угодно. Люди ждали, журналисты ждали, собаки ждали. Ему аплодировали. Привет, это я Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И вот на этой неделе это «Шарик из Аджанки не дождался слугу народа», Александр Поворознюк из Петрова навел шороху в ток-шоу «Савика Шустера», Александрийский горсовет наживается на детях и экспериментирует на депутатах, ну и смешная смерть в Кропивницком. Сегодняшний блог я хочу начать с песни. Папа может, папа может, все что угодно. И таки, да, фермер Поворознюк из Петровского района Кировоградской области может все что угодно. Например, крепко поссориться с Сапяком, вывести команду «Ингулец» в финал Кубка Украины по футболу, ну или выступить на ток-шоу у Савика Шустера. Как вы понимаете, выступил фермер из Петровского района, которого все знают по кличке Папа по поводу земельной реформы, то есть по поводу рынка земли. И что самое интересное, выступил он резонансно, ему аплодировали. Юлия Тимошенко не смогла перебить Поворозняка, он буквально морально раздавил Юлию Владимировну. Юлия Владимировна, у нас на сегодняшний день 414 или 416 будут одноосибников и фермеров в Петровском районе. Вы знаете, сколько они податков платят? Аж 300 тысяч на всех. А моя агроферма Пятихазская платит 25 миллионов. Так вот это вам питание, кто боится того, чтобы все эти земли, державные земли, не выставили на аукцион, не заплатилися податки и не добавилась пенсия людям. Вот кто боится, вот он не финансирует, потому что все, весь урожай продается из-под КамАЗа, из-под комбанів за наличку. Налоги никто не платит. А нам, фермерам, в кого достроковые оренди, бояться, нема чего. И людям бояться, нема чего. Они никто не собирается приходить завтра забирать землю, чтобы там продали. И вы знаете, да, рынок земли нужен, потому что и так землей торгуют. А вы думаете, почему всякие там аренды на 49 лет? Это именно продажа земли. И Поворознюк правильно говорит, нужно, чтобы легализировали этот рынок земли, чтобы налоги от продажи шли на нужды налогоплательщиков, например, на пенсии. И все хорошо, но меня смущает одна штука. Папа, он же Поворознюк, в том самом, вероятно, фартовом свитере выступал как раз два месяца назад против рынка земли на сессии облсовета. Чому мы все так встревожены? Первое вопрос. Чи достроковые оренди, когда они приймут закон, эти оренди будут перерываться, или не будут? Другое вопрос. Что самое больше беспокоит? Чего 214 тысяч в одни руки? И третье вопрос. Ну, опять же, папа может все, что угодно. Может выступать против рынка земли, может выступать за рынок земли, может копать, а может не копать. Да, да, но нет, но разумный, а страшно. Поворознюк, кстати, волей-неволей, а передал привет Цепяку. Вот эта фраза, как бы, между прочим, мол, я не поддерживаю Зеленского. Я не поддерживал Зеленского на выборах и не голосовал за него. Я не стал прихильником его партии, но я стал прихильником его идеологии. То, что он делает, я вам скажу одно, он сделал очень мало сейчас, но он сделал больше, чем Юлия, и все вместе взяты до него. Но на самом деле Поворознюк поддержал своей речью президента Зе. И это знак. Во-первых, о том, что Поворознюк договорился с новой властью, особенно после назначения нового главы Петровской райгосадминистрации. И теперь позиции Степана Кирилловича точно ослабли. Даже несмотря на совместное выступление на открытие супермаркета с депутатом от «Слуги народа» Олегом Воронько. Это уже не поможет. Власть явно выбрала другого фаворита. И этот фаворит, я напомню, имеет приличный зуб на Цепяка. Степан, ты будешь сидеть в тюрьме. За то, что ты сделал, сколько ты вкрал, ты будешь сидеть в тюрьме. Так что становится все интереснее и вполне возможно у папы появится такая возможность вспомнить прошлогоднюю обиду Цепяку. А вот этого народного депутата ждали на этой неделе всем селом. Від Киева до Джамки 335 км. И сегодня сюда должен приехать тот же народный депутат от «Слуги народа» Евген Брагар, который порадил бабе Любе продать элитную собаку, чтобы рассчитаться за газ. В селе уже готовы встречать депутата и показать других элитных собак. Сам Брагар пообещал приехать и разобраться с платежками пенсионерки из-за Джамки, ну и заодно там с коммунальными тарифами. А Джамка никогда в селе не видела такого аншлага. Центральное, центральноукраинские телеканалы приехали в село. И что получается? Люди ждали, журналисты ждали, собаки ждали, лаврусь гречухой приехали ждали. Но нет, Брагар не приехал. А что, так можно было, что ли? И вы знаете, таким образом депутат «Слуги народа» окончательно убил все шансы «Слуги народа» выиграть местные выборы в этом селе. Вот вы, шановные молодые зеленые, рвались до влады, нам обещали. Мы молодые, мы все сделаем. А теперь у меня есть такое вопрос к нему. Вы молодые, вот скажите, пожалуйста, вы до чего нас ведете? Первое – это заявление о том, чтобы отменили платежку за газ, уменьшили цену газу. Народ явно настроен антизеленски. Я, кстати, заметил в руках у Бабы Любы такое подобие зеленой собачки из воздушного шарика. Но, вероятно, хотели троллить «Слугу народа». А вообще жалко шарика. Слепого шарика Бабы Любы. Элитную собаку. Ему 14 лет, он старичок по собачьим меркам, уже слеповат. И увидеть живого народного депутата у него все меньше шансов. Тем более его укусить. Но зато, благодаря народному депутату Брагору, у собаки-шарика, на 14-й риг его житя з'явился телеграм-канал, чтобы вы понимали. Я уже подписался. Называется он «Пес Саджамки». Ну, а у «Слуги народа» хочется спросить. Шо ж ты, Брагор, сдал назад? Александрия на прошлой неделе была топовым городом в Кировоградском интернете. Во-первых, я посмеялся с Александрийского горсовета. Там, по словам активиста Александра Кияшко, ноу-хау придумали для депутатов местных, да и вообще даже для Верховной Рады. Как раньше это было в итоговых документах после заседания парламента или Рад. Значит, «за», «против», «воздержался», ну и «отсутствует». А вот в Александрии теперь совершенно по-другому. Кроме «за», «против», «воздержался» и «отсутствует», появилась непонятная подпись «вышел из зала». Что это за позиция, мне непонятно. Может тогда дальше фантазировать, мол, есть «за», «против», «воздержался», «отсутствует», «вышел из зала», «заглядывает в зал», «вышел, но обещал вернуться» и так далее. Что это за бардак в Александрийском горсовете? Во-вторых, Александрийский горсовет, областная прокуратура накрыла на махинациях с хлебом для школ и детских садов. Ничего не меняется, ну как так? Итак, оказывается, управление образования Александрийского горсовета с поставщиком договаривалось про поставки хлеба в школы и сады по одной цене. А потом они подписывали дополнительное соглашение на увеличение цен на 25-30%. Ну это нормально, да? Вот наживаться на детях, на этом верхе цинизма, Александрийский горсовет, ну никак не останавливает. Любят они этим позаниматься. Ради бабла. Кропивницкий – веселый город. Тут шутят и при жизни, и после смерти. В общем, в одном из местных моргов перепутали тела умерших бабушек. Ну, перепутали и перепутали. С кем там не бывает, да, такие? Ну, господи. Всего, наверное, на одно лицо, да? Что я там буду разбирать, а я когда бабушка лежит? Ну вот, внимание. Близкие одной из умерших при прощании засомневались, что в гробу их бабушка. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Казалось бы, вот. Но нет. Они посомневались и похоронили ее. Типа, ладно, господи, мы эту похороним, где-то нашу. Свет, так сказать, на ситуацию пролили родственники второй бабушки. Они сразу вычислили, что им подсунили не их человека и вызвали полицию. Самое интересное, что конца истории я так и не знаю. Как происходил обмен? На нейтральной территории или нет? И как выкапывали одну? Открывали? Что там вообще происходило? Но, блин, до сих пор мне интересно, как родственники первой покойницы так легко отнеслись. Это как в анекдоте, да? В морг так в морг. На этом все. Лайкайте, комментируйте. И помните, что все изменились на краще, кроме отношения власти к людям, к собакам и, конечно же, к бабушкам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok